Добрый день, сегодня я хочу немножко порассуждать на такую не совсем обычную тему. Министерство образования регулярно сейчас опубликует разного рода такие сообщения, в частности на своей странице ВКонтакте, ну, видимо, ориентированную на молодежную аудиторию, где всячески представляют разного рода модные проекты, которые ориентированы на популяризацию науки, на развитие интереса к разного рода исследовательским проектам и так далее. Вот они считают, наши пиарщики от чиновников, якобы вот такого рода мероприятия, они привлекают внимание молодежи для того, чтобы впоследствии эта молодежь шла в разного рода кружки. Ну вот, яркий пример. Недавно было 150-летие Менделеева, и Министерство образования на своей странице опубликовало такой яркий ролик на мотив известной песни группы Queen. Ну-ка, поверните к ноутбуку лица, наш урок сегодня будет про таблицу. Знания есть, знаниям честь, Дмитрий Менделеев, проектория здесь. Химия в эфире, лучшим в этом мире. Нормальный ребенок, который побывал уже хотя бы на одном уроке химии, он понимает, что, в общем, все, вот это, конечно, классно, но это совершенно никакого отношения не имеет к реальной химии, и что настоящий предмет химии нужно изучать, напрягаясь, и это совсем не весело и не так для детей просто. Это все таблица, классная таблица, сколько элементов в человеке, дополнят ли таблицу в нашем веке? Тайны есть, секреты вниз, честь, быстро подключайся, проектория здесь. Ребенок или подросток, который увидит этот ролик, он скажет, ну, взрослые, блин, сумасшедшие какие-то, да, потому что, ну, все это, конечно, классно, но, как бы, в школе это все совершенно другое, и войска они покрутят не в отношении даже тех, кто создавал этот ролик, они скажут, да, вот, классные ребята, классно все сделали, круто, но они покрутят войска на уроке химии, потому что они скажут, так, ну, и чего, ребята, вот что тут у нас грузить, это какое-то, все же просто, да, все же замечательно, нужно вот только захотеть, и все будет прям, прям сразу. Кстати говоря, когда я был в Сочи на форуме инвестиционном, там показывали на одном из стендов, показывали как раз проект, который должен тоже вроде бы как вовлекать тех же детей, подростков в исследование химии. Ну, я вам могу сказать очень странная история, мне не удалось поговорить с человеком, который там ходил в этой вот маске, и что-то там пытался химичить виртуально, но мне вот даже со стороны показалось это настолько неестественным, да, потому что, ну, вот ты ходишь даже вплоть до того, что не удержаться на ногах в этом виртуальном пространстве, и пытаешься там что-то создавать какие-то, значит, смешивать какие-то химические элементы, и все это очень странно и смешно на самом деле, то есть вот так, и ведь на это тратится опять-таки большой ресурс, это же нужно все это нарисовать, отрисовать, нужно спрограммировать, нужно создать все эти гаджеты, которые будут работать в этом комплексе, да, и вот она цифровизация, да, которую нам всем обещают, но мне кажется, что куда было проще просто поставить реальные колбы-склянки, дать химические реактивы, и на реальных примерах с реальными формулами, с разбором ситуации в виде классических экспериментов, лабораторных работ на уроке, все это можно показать значительно более эффектно, эффективно, и главное, что это вот оно в руках, а все эти виртуальные штуки, мне кажется, что совершенно не работает, и поэтому вот эта идея с попытками привлечь внимание молодежи вот такого рода какими-то конструкциями, да, то ли это ролики вот такие, как выпустил Министерство образования, то ли это вот такие проекты, как вот эта вот лаборатория виртуальная, мне кажется, что это какая-то тупиковая история, и никакого отношения к реальной педагогической практике не имеет, и вряд ли будет иметь, одно могу сказать, не на то мы тратим средства.